всем доброе утро друзья мои московская область сегодня у нас 16 июня утро 5 часов утра пойдемте с вами прогуляемся по моему саду огороду котик мой уже тоже гулять хочет лайк лайк мой хороший мальчик хочу вам сказать что прохладно в 5 утра какие-то какая-то погода днем жара ночью холодно ночь прям не знаю сколько градусов 12 наверное холодно но помидорные теплицы у меня открыты огуречные закрыты и помидорные открыты такая обстановочка картошка уже большая стала после дождя дождик был ливень вчера не было дождя вчера было тепло жарко сегодня тоже обещают тепло и картошку всю повалила ураган был вот вроде ничего все нормально стало пололи рыхлили два раза окучивали так что картошка уже большая скоро зацветет но пока еще бутончиков не вижу вот спрашивала если груши вот вижу не значит вы увидите или нет в камеру я вижу правда не так много прошлом году было много здесь немного наверное еще половина осыпется уже с утра солнышко красота птички поют зато яблок много у нас у вас не знаю у нас будет яблок много вот они еще маленькие конечно но не замерзли вот яблоки есть говорят покажите малину покажите малину вот у меня ремонтантная малина желтая немножко подмерзла хочу вам сказать но она цветет я ее всю на нет прям под корень не обрезаю обрезаю но оставляю какую-то часть обрезаю какую-то оставляю вот она цветет с ягодками то есть у меня получается будет два урожая вот то что я оставила она будет сейчас вот то что все вырезала она смотрите растет вновь растет прям сплошной дорогой сплошным ковром и я делаю проходы вот у нас вот так стоит сетка с одной стороны и с другой видите и мы к ней привязываем малину и колышки вот и она когда растет сплошным ковром вот это вот я ее вот сейчас уже немножко подорвала подорвала чтобы вот сделать проходы вот так и ее прям здесь оставляю и траву оставляю чтобы не росло чтобы можно было пройти вот вот с обоих сторон вот этой сетки здесь побольше вот это вот малину уже будет сейчас это будет в июле в августе желтая малина можно оставлять вот здесь я тоже видите сделала проходы выдрала ее и положила здесь чтобы можно было подойти со всех сторон а то дети бегают они не пройдут пчелки опыляют шмели опыляют летают со всех сторон гудят она цветет а это вырастет молодняк попозже но я делаю это весной осенью я под корень не вырезаю не знаю так не так я делаю так потому что чего не расскажешь все начинают а мы это а мы то да я же вам не запрещаю вот нам подвязать эти упал упала ветка не подвязали упала вот теперь хочу сказать про смородину немножко подмерзла какие-то кустики но смородина есть вот на родина черная красная вообще усыпенная я про нее даже и не говорю и смотрите я ранней весной обрабатывала батрайдером и сейчас вот немножко веточки вот эти я не знаю я не вижу что там есть я не вижу надо очки одеть посмотреть короче я ничего не вижу но листики закручены сейчас ее обрабатывать ничем нельзя не все листики верхушки закручены вот не закручены то есть сейчас мы ничем ее не обрабатываем я беру и вот так макушки отламываю вот эти макушки которые завернуты я думаю что там или тля или муравьи я их просто отламываю и сжигаю ой елки зеленые с ягодами выдрала в общем короче их надо кусачками смородина у меня крупная очень хорошая смородина крупнющая черная я имею ввиду она прям больше вишни получается но не вся но все-таки листики закручиваются значит муравьи собирают тлю хотя я ее ранней весной обрабатывала батрайдером вот нам хватит у меня вот тут вот три куста и на поле нам хватит вот стоит мангал вчера шашлык жарили вот я туда сейчас возьму кусачки и все все макушки покусаю и сожгу так теперь спрашивают про баклажаны тут у меня на улице вот три кустика растет перца растут хорошо все в цветах все в макушках я им только убрала пасынки и нижние листья вот видите до развилки и они все равно даже в открытом грунте чувствуют себя хорошо так и про баклажаны баклажаны растут в открытом грунте вот сто раз говорила нет это у вас теплица нет это улица эта грядка вдоль теплицы были укрыты сейчас все уже открыла и подвязала около каждого баклажана у меня колышек чувствуют они себя хорошо спрашивают нижние листья желтеют нижние листья все это нормально что они желтеют то есть баклажаны берут питание с нижних листьев и поэтому нижние желтеют какие-то сами отваливаются какие-то я уже отрезала то же самое сильно не формирую но до развилки убираю все пасынки и все листья а вот мы не убираем а вот мы не то мы не все и у нас урожай мне пишут да делайте что хотите делайте ради бога все вам нравится я ж не вижу чего там сделали вот а я все убираю до развилки убираю все пасынки вон они цветут какие-то уже завязали баклажанчики наклонилась это вот так видите подкормила их гранулированным конским перегноем вот дождик был все гранулы растаяли и вот так прям под корень посыпала вон муравьи зато ползают от колорадских жуков я не обрабатываю если говорят что не знаем кто сожрал может быть даже паутинный клещ он любит баклажаны поэтому от паутинного клеща фитоверм обрабатывайте каждые пять дней два три раза потому что они откладывают яйца и по новой вылупляются а подкармливаю видите у меня все замульчировано значит золой сыпала тоже показывала вот сейчас этим конским гранулированным перегноем и кольцевой селитрой поливала кто не пользуется минералкой ваше право опять начинают мне тут всякие разные вот сколько на нем бутонов видите цветет они еще пока рано им баклажаны иметь они еще пока силу набирают хотя вот с баклажаном а это у меня не трава это у меня в прошлом году вот рос агератум и в этом году я посадил в краешку и он осеменился и смотрите под каждым кустиком сам по себе всходит цветочки не знаю может пересажу может выдеру а может оставлю пусть как будет пока не знаю вот баклажанов у меня в этом году немного всего 15 штук в ряд вдоль теплицы на улице ночь правда холодная поэтому если там листья желтые или плохо растут поливайте подкармливайте они еще не набрали силу наберут силу сейчас они может даже знаете что и цветочки отваливаться потому что они во первых еще им холодно во вторых баклажаны должны набрать силу можно их подкармливать и травяным настоем и удобрения настаивать разные че еще в общем и азотом и дрожжами их можно подкармливать всем они не зажируют это вам не помидоры поэтому любят поливая чтобы их поливали и кормили пока они не наберут силу они плодики не завязывают корневую систему не разовьют хорошую поэтому еще только июль вот в июле они будут массово цвести завязывать и будут плодики вот сейчас только на редких плодики на немногих так в этом году у меня сорта мурзик и алмаз вот нормальные те и те мурзик я первый раз посадила не знаю ничего вам не могу сказать посмотрим как будет в прошлом году сажала король севера хороший был урожай куплю семена заранее на следующий год планирую все-таки король севера посадить очень он мне понравился баклажан так помидоры помидоры растут высокие цветут 1 2 3 кисти а где-то уже четвертая но завязывает плохо мне не нравится как в этом году завязывают уже середина июня вот первая кисть вот сержант пеппер с антоцианом видите вот первая кисть на нем завязалась так вот тут рядом тоже первые кисть завязалась и все вторая третье в два ствола цветет вот на этом уже вот вторая кисть завязывается но хочу сказать что плохо плохо совсем не нравится так вот мой любимый валера вот такие на нем помидорки это вот первая кисть вот вторая с помидорками так ты чё у меня третья на втором стволе так чем четвертая пятая вот цветет какие-то завязали две-три кисти какие-то на первой только начинают завязывать но пока вот высокие цветут уже прохода нет внизу я листья убрала где совсем где половину где треть в общем по-разному так теперь в этой теплице тоже высокие помидоры про которую я сказал круть макушки макушки крутит я их по листу обработала и пином но макушки крутит не на всех атомный виноград бреда он худющий дохлый листья у него вот такие вот вот такие макушки вот такие то есть у меня спрашивают так значит по листу обработала их и пином опрыскала а под корень сейчас скажу что у меня было микориза и корневин я развела и полила под корень они конечно эти помидорки тоже цветут и завязывают вот но худенькие и слабенькие то есть это они такие сами по себе здесь тоже высокие во все стороны уже сейчас выйду отсюда вот так вот они не все то есть вот атомный виноград бреда еще там парочку каких-то я уж не помню вот они у меня все подписаны это сахарная настасья так где-то у нее вон первая кисть с помидорами конечно но не нравится мне в этом году не нравится как они опыляются вон лягушка пожалуйста сидит на дорожке царевна лягушка ты чё пришла сюда иди отсюда кыш 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 она не хочет смотреть из теплицы уходить давай вали отсюда все убежала питаться тут нечем но мух комариков наверное что-то что-то находит она для себя да вот здесь валер тоже с помидорами вот вот валера только меня радует один валера у него раз два три вот завязываются вот четыре веточка кисточка помидорками завязывается а так так пока только первые это не на всех совсем не не нравится погода плохая перепады так это какой помидор то башкирский ранний вот тоже завязал помидорки здесь вот сливка первую кисточку завязала здесь никто тоже башкирский ранний в общем короче надо еще второй ствол подвязать я думал все подвязала он был нет не подвязан один только так то в основном все в два ствола и все подвязываю цветут цветут но завязывают плохо мне нравится в это время уже две-три кисти надо чтобы завязали они думают о чем-то о чем-то думают вот тут тоже на 1 есть 2 3 цветет не знаю галина андрееву смотрела может многие из вас из ее и смотрят у нее уже красные помидоры и говорит ничем не обрабатываю ничем не подкармливаю вот цветет смотрите как хорошо 2 3 кисть вот завяжет она или не завяжет днем жара в теплице до 40 градусов а ночью 10 12 вот у нас сегодня был 12 градусов московская область перепады сильные тут не только макушки будет крутить их всех закрутит ну вот в этой тепличке получше получше но тоже смотрите вот видимо-невидимо завязывает помидорки так в этой я конечно пораньше посадила поэтому вот тоже две вот третья кисть с помидорками ой так кто еще у меня тут вот помидоры там тоже помидорки но говорю что мне не нравится хотя они высокие цветут надо пасынки обрывать капусту еще укрытие не сняла хотя надо снимать надо снимать потому что вот тому ряду капусты уже тесно так и хочу сказать что мы уже едим те которые кочанчики побольше ранее капусты мы делали ленивые глупцы и кочан вот убрали вот здесь видите вот и щи готовили ну и вот эти вот которые уже через недельку по начнут уже побольше быть все их надо убирать будет так вот чеснок у меня весь обсыпан золой видите как я его много золы насыпала не жалеючи вот весь чеснок обсыпан золой надо будет еще полить серно кислом калием и зола вся раствориться вон рахлили и тут у меня кто-то лазит рахлит у меня спрашивают ягоды у вас птицы не клюют я пишу не говорю нет не клюют а вы знаете почему не клевали потому что не было ягод красных еще были зеленые а сейчас стали красные вот чтобы не лежали на земле я под них газетки подложила и накрыла листиками потому что как только красные ягоды вот они какие вот эти уже детям можно срывать ё-моё не видно нифига в общем короче ягод много но я их прячу вот так от птиц от птиц ягоды прячу листиками закрываю и чтобы они вообще замультированы у меня но чтобы не лежали на земле вот я их это на газетку ягоды конечно хорошие крупные такие вот где лист убежал лист никак не дойду с вами до огуречной теплицы иду иду и никак так вот мои грядки цветами вот цветочками агератум еще не цветет вот лобилия вовсю цветет тоже спрашивали где лобилия показываю я вам кто-то пишет нельзя быстрей нельзя быстрей на другом канале милости просим у меня так как мне надо они как вам вот цини еще не цветут а так уже начинают цветочки цвести красота неописуемая мне нравится мне все нравится ну все пришла в огуречную теплицу огурцы смотрите все до перекладины доросли даже уже даже уже пора их перекидывать вот туда вот макушки вчера поливала их прям сверху чтобы не было паутинного клеща у нас не любит влагу и поэтому я их поливала и сверху орошала хорошо сверху огурцы едим огурцов много растет вот так прям гроздями срываем каждый день у нас народу много все приехали на выходные 10 человек так что всем по огурцу это 10 огурцов вот а утром в обед и вечером по огурцу это уже 30 огурцов в общем короче короче огурцы мы любим поэтому вот так мы их сажаем растим так мне писали вот проект огурец на котором пустоцветы да я знаю я знаю я так и сделаю но вы знаете что вот дальше уже пустоцветы были внизу вон они вот а дальше эти пустоцветы уже пошли на основном стволе огурчики но это явно какой-то пересорт потому что мне спрашивают какой-то сорт чтобы знать это пересорт потому как огурчики какие-то вообще другого вида они какие-то худые длинные вот я его естественно подвязала и прям вот по этой пущу посмотрю что будет дальше пока я его не выдираю вот тут 2 типа такой же получился огурец тоже на нем какие-то длинные огурчики в общем они не как мои все вот а мои кураж гармонист а еще просили показать так вот и вот кураж он вот такой шипованный весь видите много их тут огурчиков за листьями ничего не видно а вот смотрите гармонист у него огурцы такие более-менее гладкие не шипованные вот так он растет кто-то написал что я посадила хочется посмотреть что вырастет хороший мне нравится огурец хороший огурцов на нем много в каждой пазухе 12 также оставляю эти пасынки вот он пожалуйста растет какой пасынок прищипнул его так тоже надо убирать в общем вот он уже вон какой длинный у меня гармонист уже давно из него едим огурчики растет не волнуйтесь все будет хорошо вот такой так ну и перцы перцы каждый раз спрашивают комментарии читайте там я под одним под двумя обязательно пишу название сибирский карлик низкорослый раннеспелый урожайный я их подвязала перцы надо сажать близко друг другу чтобы они себя держали я когда сажала мне казалось близко а сейчас вот смотрю на следующий год посажу еще ближе в общем я подвязал как не каждый кустик а вот колышек ставлю вот этот упал я его подвязала прям отдельно ставлю колышек и подвязываю веревкой с одной стороны пропускаю вот так смотрите и здесь колышек допустим вот так вот так я их подвязываю не каждый сначала в одну сторону потом покрутила вокруг этого этот вот маленький недорос а весь с перцами с одной стороны я его низ подхватила а с другой стороны пока еще нет потом я его это подхвачу и вот так я их веревкой с одной из другой стороны если что-то им не понравится я вот так могу веревку между собой еще связать вот чтобы они не падали сделаю вот между каждым а вообще нужно было сажать чаще чтобы они друг друга держали тогда будет вообще здесь тоже есть перцы просто они зеленые их не видно те это какие-то белые желтые а эти зеленые их не видно так на всех есть перцы разные эти прям сразу вверх и белые и желтые их видно а те зелененькие поэтому они вниз то есть вот так имейте ввиду что перцы можно каждый не подвязывать а именно вот я потом вот так их хоп соединю можно было сразу вот так перекрутить веревку но я чуть не перекрутила ладно а вот пришла на поле потому что мне пишут у вас лук желтый чего вы будете с этим делать я ни одного желтого лука не вижу у меня лук вообще огромный и ни одного желтого нет кто где увидел не знаю вот трава в нем есть и цветы календула лук мы этот едим потому что он много стрелканул мы его не на головку на головку мы купим вот поэтому лук у меня зеленый никак я его спасать не буду как будете спасать у вас есть лук желтый но вот где что увидели я не понимаю лук у меня растет на поле здесь красота красотища вот такой сегодня голубое небо дождик обещают если в ночь днем не обещают вот красота да и только воздух свежий птички поют песенки у нас здесь все покошено красотища красотища вот и все все я вам показала всем здоровья и счастья мирного неба всем всего хорошего всем пока